Мама говорит, что я там уже и в два года у меня обживали какие-то претензии по стилю, что там, мама, мне платьишки не так одел или еще, что там, колготочки. Вот она рассказывает историю все время про это, что колготочки и платья мне не понравились, я психовала, не хотела идти в школу. Теперь в шкафу Варвары, по ее словам, только платье из ее же головы. Молодой модельер не раз брала призовые места на международных конкурсах, выпустила больше десяти коллекций одежды. Это очень много работы для начинающего художника. С красным дипломом закончила Академию искусств и готова к яркой профессиональной карьере. Она хочет, чтобы такие наряды были в шкафу у каждой белоруски. Это вполне реально. В жизни Варвары уже завтра поворот. Переезд в Брест по контракту с крупной швейной фирмой. Будни начнутся вот-вот, поэтому бал смеется, нужен как никогда. Республиканский бал выпускников без преувеличения для студенческой элиты. 226 человек из всех вузов страны. Те, чей бал диплома выше девяти. Кто постоянно зарабатывал репутацию перфекциониста не только в лекционных залах, но и на международных конкурсах, спортивных состязаниях и в научных лабораториях. Теперь их поздравляют во Дворце независимости, а профессиональными планами интересуется президент. Я хочу обратиться с добрым напутствием ко всем выпускникам. Дерзайте, творите, трудитесь и обязательно добьетесь успеха. Молодежь – это один из главных приоритетов государственной политики. Поэтому не бойтесь сложных задач. Ставьте перед собой самые амбициозные цели и воплощайте их в жизнь. Вы сегодня особенные. И не потому, что вы молоды. И не потому, что вы очень красивы. У вас впереди вся жизнь. И самое главное – она в ваших руках. Счастья и благополучия всем вам. Разнообразие выпускников в военной форме привлекает особое внимание. Погоны, знаки, отличия, медали. За этими шевронами, кроме сложной учебы, еще и жесткая дисциплина. Евгений Орсич, сегодня уже военный врач, рассказывает. После нескольких лет жизни в казарме в читальный зал медицинского университета приходил просто расслабиться. Я думаю, что все библиотекарши знают меня, мое имя, мое лицо. Даже знают номер моего читательского билета настолько. Я там много времени провел, да. Военный медицинский факультет – один из самых сложных. Здесь нет студенческой жизни в ее классическом понимании. Больше свободы, веселья, выбора нет. Это больше часов по предметам, больше ответственности, жесткая военная дисциплина. Студенты выходят офицерами. С идеальной, не только профессиональной, жизненной подготовкой. Какие там трудности шутят, только если вправду война. Не дай бог, что мы не могли оказывать помощь и делиться своими знаниями и профессиональным умением, опытом. Все военные врачи в первую очередь должны работать, должны уметь работать в экстремальных условиях. Чтобы понять, сколько свободного времени реально остается у таких отличников учебы, нужно добавить спорт. Пять тренировок в неделю, плюс соревнования. Бонусом – отличная физическая форма, на которой и военная форма сидит, как влитая. У нас почти все такие. Почти все такие. А сколько у вас выпуск в этом году? В этом году Белорусский государственный медицинский университет выпускает 850 отечественных студентов и 220 иностранных. В таком уже скорее неформальном общении с бывшими преподавателями делятся планами на будущее. Кто чем будет заниматься. Амбиций более чем достаточно. Если кто-то просто хочет блистать, то многим, как показал опрос, нравится вполне конкретная должность. Быть директором. Директора школы, как минимум. Я буду экономистом пока в обычном предприятии, большой мажейковой. Блиться в коллектив, стать профессионалом своего дела и помочь родине, стать красивее, лучше. Эти кадры наверняка войдут в семейные альбомы, как и приглашения на республиканский бал от имени главы государства. Девчата все сказали, что они обязательно сохранят вот эти приглашения президента. Им вдвойне это для них значимо, потому что президент у нас сам педагог. И поэтому вот получить такое приглашение из друг нашего учителя, это здорово. Платья, костюмы, бабочки, высокие каблуки, прически в перемешку с легким волнением и хорошим настроением перемещаются в зал для танцев. Они будут поднимать тосты, петь, фотографироваться на память, но главное отдыхать и еще раз отдыхать и еще раз отдыхать. Ведь они это заслужили. На выпускном балу уже бывшие студенты будут танцевать до самого утра, а сегодня они гости президента. Это как красивый переход во взрослую профессиональную жизнь, где, правда, придется еще раз доказывать, что они лучшие. Но один раз у них это уже получилось. Катерина Круталевич, Денис Ткаченко, Конторы.